Так ребята, идем на знаменитую Днепропетровскую озерку. Вот этот перекресток оживленный. Смотрите, сколько здесь народу. Сделали большую стоянку. Вот раньше там лотки стояли. Сейчас вот, как видите, возле озерки громадная стоянка. Вот такой перекресток оживленный. Смотрите, здание старинное, видите, с этими куполами. И смотрите, вот такая шикарнячая стоянка. Здесь раньше была труба. На рынок же куча людей прет, а остановиться негде. Ну вот, местные власти постарались. Так, идем. Вон уже виднеется купол. Не знаю, как там сейчас нам разрешать, не разрешать. Но вы знаете, как на рынок, когда заходишь, там такой гул все время. Прям гул стоит, когда очень много людей. Вот там, например, в караване снимаешь. Прям каждый где-то что-то говорит, и оно все сливается, как говорится, в одну реку. И получается такой шум. Ну, смотрите, машин, машин тьма. Подъезжаешь, такая же система. Нажимаешь, берешь билет и карточку, и на обратной. Ох, АТБ тут влепили. Вот это да. Ну, чуть-чуть нам осталось пройти, и мы уже подойдем к рынку. Когда-то мы здесь и торговали. Вот, когда-то меня здесь цыгане на кроссовки кинули. Я молодой был, форсовал. И меня, значит, взяли один. Один кроссовок взяли. А потом подошли и говорят, дай второй примерить. В общем, сразу передали. Передала. Одна цыганка передала другой. Вот. И я за ее и в мусарник. Приволок ее в мусарню, а у нее же ничего нет. А у меня поезд. У меня поезд и все. И вот так меня киданули. Ну, я не помню, сколько мне было. 16 или 17 лет. В общем, я был молодой, зеленый, но был наглый, был упертый. Были тогда в советское время. Торговали, зарабатывали, зарабатывал деньги, крутил что-то. А когда есть деньги, вы становитесь наглючим типом. Ну, давайте посмотрим. Вот, смотрите. Зашли мы вовнутрь. Вот такой громадный купол. Смотрите, да, это вообще. Рынок, елки-пал. Ой, запах, конечно, не очень. Смотрите, какая громадина. Я не знаю, сколько тут метров. Метров 40, наверное, высотой. Ну, может, 30. Ну, высота, будь здоров. Ох, видно, там, вон, краска получилась. Я даже не знаю, как там его красить все, смотрите. Как туда залазить, какие туда надо вышки. Ну, что я говорил, вот вам гул. Гул идет. Ага, есть вон вход наверх. Давайте мы сейчас поднимемся и снимем отсюда сверху уже рынок, и вы посмотрите. Ну, это для тех, кто не был, а может, у кого-то ностальгия, знаете, как у людей. Когда есть деньги, ходят по рынкам, выбирают, покупают все свежее. А потом, когда у тебя уже нет денег, ты там заскочил в АТБ, купил что-то, чтобы с голоду не умереть, и все. Вот, смотрите, такая вот громадина. Здесь вот это, здесь и для деток вот есть музей цикловой науки, музей занимательный. В общем, что-то для деток. Вы можете сюда привезти и показать им. Да, смотрите, какая громадина, да. Я как помню, какие тут были воины за этот рынок. Там по 50, по 100 бойцов. Пилили тут, взламывали. В общем, было, было, в общем, интересно это за всем этим понаблюдать. Ну, это большие люди, они там делят, делят, передел. Вон, обрезки для собачек. В общем, тут мясо. Сверху на втором этаже получается молочка. Ну, как обычно, так и делаю. Снизу мясо. Ну, ряды, ряды, ряды мяса. Не знаю, как тут насчет рыбы у них. Ну, мясо полно. И молочки полно. Хотя уже, смотрите, сколько времени. Ну, и все много. Вон, всякие творога, сметаны, молоко и все прочее. Целый вот этот вот угол. Целый угол и много очень людей. Давайте пройдем, посмотрим сейчас. Чтобы вы увидели это изобилие. Значит, селяне едут и везут. Смотрите, да, вот это ж туда до конца. Все молочка, все твороги, сметаны. Смотрите, видите, и море людей, которые все это дело покупают. Значит, люди понимают, что в магазине уже ни сметана, ни молоко. Только здесь можно что-то и купить. Так, там вон посередине еще какой-то проход есть. Давайте пройдем. Там дальше магазинчики. Ну, в общем, вы поняли, да, такое, такое громадное здание. Сейчас такое и... Вот попробуйте сейчас такое в наше время построить. Я не знаю, сможете вы или нет. Да, для деток там очень интересно. Давайте сейчас спросим, можно поснимать или нет. Пустят нас туда, в этот музей. Спросим и посмотрим. Так, ну что, ребята, разрешили нам поснимать вот в этом музее. Может, кому-то будет интересно. Вот, смотрите, что здесь. И сюда с детками можете приходить. И детки здесь ваши прекрасно проведут время. Смотрите, какие здесь динозаврики. Ага, здесь даже вот, смотрите, зубы. Видите, да, млекопитающих. Вот это же все вы можете ребеночку рассказать, показать. Так, вот что-то здесь такое. В общем, настоящий музей. Берете ребеночка на рынок, приходите и... И здесь ему все рассказываете. Вот, как строение человеческого тела. Вот, глаз, там, мука, все это. Это, я думаю, для ребенка будет очень, очень интересно. Так, вот здесь вот что-то с магнитами связано. Но это должен специалист все показывать. Так, весы. Так, здесь что-то крутится. Вот магнетизм. Лягушечка крутится. В общем, для деток это будет очень, очень полезно. И очень, и очень занимательно. Смотрите. Вот. Музыкальный инструмент. А, вот, смотрите, в разрезе пианино. Под стеклом. Вот вы можете показать, как там клавиши нажимаешь. И как эти барабанчики стучат. Вон там струны. В общем, все сделано шикарно. Вот музыкальные инструменты разные, всевозможные. Смотрите. Я думаю, что нашим детям вот даже можно побарабанить, наверное. Видите, да? Ребенок может постучать, если ему разрешат. Вот, наверное, большие мыльные пузыри делать. Смотрите. Громадные. Прямо по полметра длиной. В общем, очень много всего, очень много всего интересного. Так что берите деток. Здесь вот какая-то комната еще. Берите деток. А, вот это я своему вот такие игры привозил с России, помню, раньше. Вот, нашему вундеркинду всевозможные. Так, вот такой, видите? Тоже боятся, чтобы он коронавирусом не заболел. Это бывший сотрудник наш Дэвид Марпович. А, да, вот, видите? Сотрудник музея. Да, вот смотрите. Все такое для деток, для развития. Все для развития. Да, да, я понимаю. Так, а здесь вы уже можете купить подарочки, чтобы не забыть. Вот, смотрите. Так что берите деток и приходите в гости. Вот ежики. Так, вот смотрите, как сделано. Фонтанчик такой переливается. В общем, все сделано для развития. Всех приглашаем. Вот такая штучка интересная. Видите, крутится. Я думаю, ваши дети будут довольны, если они сюда придут. Все, поблагодарим. И, смотрите, зонтище крутится. Шикарное место. Всех приглашаем. Так, ребята, вот посередине еще такой проход. Вот, смотрите, это значит на две части. Вот мы сейчас серединой пощелкаем в одну и в другую сторону. Ну, как вы поняли, да, смотрите. Мясо, мясоеды. Значит, я сам мясо мало ем. В основном курица. Ну, как я понимаю, люди не могут жить без мяса. Денег нет, а мясо надо. И вот все деньги уходят на мясо. Я могу там, да, курочку. Вчера четыре лапы сварил. Вчера, это пятница у нас была. Вот сейчас в Днепр приеду, будет лапку слопаю. Вчера одну слопаю. Ну, так вот курочки поешь, она не тяжела, она не тяжелая на желудок. Ну, все равно, или уже старый, или не знаю, приходится пить фистальчик. Мясо поел, фистальчик выпил, и порядок. Так, ну что, вот это здание, да, такое громадное. Сейчас мы тогда чуть-чуть пробежимся по озерке. Здесь вот магазинчики, как вы видите, разные, да. Пробежимся по озерке, покажем вам. Так, вышли мы из павильона, и смотрите, ну, здесь уже как обычный рынок. Вот всякие эти, здесь вот, и смотрите, здесь все такое, видите, сладости. Смотрите, да, полностью рынок получается, полностью рынок. Там мясо, здесь вот такое, кто веки вегетарианцы, или кто следит за здоровьем. Все вы можете здесь прикупить. Вот такая вот целая, целая громадная, видите, какая она. И тут вот ряд, получается, вы все вот эти изюмы, финики и все прочее, вы можете купить. Финики, вообще, как вы знаете, да, нужно несколько штук в день сюда, каждому здоровому человеку, не говоря уже за детей. Так, здесь уже ряды, здесь ряды, вот перекупщики, перекупщики селяне, вот смотрите, цены, черешня 70 гривен. Идем дальше, всякие, вот уже кукуруза качаны, кукуруза солодкая. Все, здесь уже все, все, что хотите. Помидоры, черника, вот тоже черника, смотрите, ягоды, да, голубика. В общем, ребята, если у вас есть деньги, вы приезжаете и все покупаете. Гранатовый сок, смотрите, все, все, что пожелаете. Малина, смородина, кукуруза, зелень. Все. И такой ряд идет, 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 и края конца не вижу. Значит, какие у меня воспоминания. Мы раньше шили штаны, шили рубашки. И вот мы приезжали, приезжали сюда торговать на озерку. У нас тут были свои места и прекрасно торговали. Вот, суббота, воскресенье, два дня. Ну, можно сказать, что я здесь провел кучу, кучу своего времени. Когда был молодым, сколько мне тогда было, где-то 25 лет, когда мы шили. В общем, сколько началась вот эта перестройка и все. У меня был шестой разряд, я бросил работу, получил статью. Я тогда мог по две рубашки, например, за вечер шить. И это было 30 гривен я зарабатывал. И нафиг мне нужна была та работа. Так, вот здесь, смотрите, здесь всякие специи, видите, да? Все-то чечевица. Да, вот это тоже, кто следит за здоровьем, смотрите, это тоже самое. Тоже надо здесь и все покупать. Вот, всякие, видите, пряночки, смотрите. В общем, это уже как на обычном рынке. И вы все покупаете, ходите. И я думаю, здесь уже интересного ничего нет. Вот это большое здание, да, большое здание. Это, конечно, такое редко. Хотя на всех рынках оно чуть-чуть поменьше, но здесь уже более-менее такое большое. Так, сейчас мы до края дойдем. Здесь уже вот шмотки. В общем, да, что хочу сказать. Людей, людей, смотрите, да? Людей тьма. Что такое? Миллионный город. Если сравнить с нашим городом, то здесь в 4 раза больше людей. Ну и на рынок. Вот мы идем по краю рынка. И смотрите, что народу тьма. Вот, так что кому интересно, подписывайтесь и ждите новое видео. Будем по Днепру, по Днепру искать интересные места и что-то для вас показать. Идем по краю, потому что здесь меньше людей. Там, как вы видели, да, тьма людей. Вот, всем до свидания. Продолжение следует...